Ронком, сегодня распродажа! Думал ты когда-нибудь делая эту работу, что-то вроде «Мне, возможно, следовало бы просто принять, что, может быть, мне не надо стремиться на другой уровень»? Нет. И что, может быть, я просто должен это принять? Знаешь, жизнь в ресторанном бизнесе, это очень мне подходит. Но это не то место, где я себя вижу. Ты когда-нибудь впадаешь в отчаяние, когда-нибудь говоришь себе «Я правда должен просто принять, что я менеджер в ресторане». Я не Джонни Карсон, я не Дэвид Леттерман. Я лузер. Нет, ты понимаешь, я не могу, потому что они меня еще просто не знают. Мы все похожи на Блейза, хоть и не хотим это признавать. Мы терзаем себя сравнениями с жизнями других людей и особенно жизнями тех, кто стоит от нас выше на несколько рангов по лестнице. Это, безусловно, не делает нас счастливее. Почему бы нам не придержать свои болезненные стремления? Ронком распродажи через улицу! Не только сравнение с другими мешает нам чувствовать себя удовлетворенными. Это также то, что мы требуем от себя. Так найдите причины, которые сделают вас сильными, когда вы захотите сдаться. От нас это всех ждут, чтобы мы стали успешными. Вот то, что я хочу, чтобы вы за мной поставили силы и подтверждения. Скажите, это возможно? Лес Браун является одним из видных мотивационных ораторов. Он прилетел в тот вечер для встречи со мной. Что-то в этой перспективе изнушило мне апатию, даже безысходность. Я сказал привет, мистер Базерпол, как вы? Лес, как вы? Как вы долетели? Молодые, готовые и голодные! Вот как это происходило, потому что я люблю общаться с людьми. Одна из, скажем так, парадоксальных вещей при просмотре ваших записей — это то, как вы читаете текст, будто он невероятно оптимистичен. Но пока я смотрел это, я почувствовал, что я вроде тоже неудачник, потому что не достиг всего того, что я мог бы достичь. Это моя работа. Я не хочу, чтобы вы ночью спали, особенно если вы не живете в соответствии со своим потенциалом. Вас это расстраивает, когда вы встречаете людей, которые, как вы думаете, не живут в соответствии со своим потенциалом? Да, конечно, нет. Когда я вижу таких людей, я смотрю и изучаю. Я смотрю, в какой они находятся в физической форме. Они, возможно, очень хорошо убирались бы в моем доме, мыли бы мою посуду, возили меня туда-сюда, знаете, чистили бы одежду, подстригали мой газон. Некоторые люди выбирают вполне залюдную жизнь. Это ваш выбор. Есть люди, которые говорят себе, я не хочу делать что-то, кроме того, что я делаю. Я хочу употреблять наркотики, быть алкоголиком, хочу быть никчемным, быть нехорошим, я хочу быть бандитом. Люди делают свой выбор. Но как быть с теми, кто говорит, я не хочу быть бандитом, я хочу стать президентом и так далее, но получается, что они становятся бандитами или становятся наркоманами? Они не становятся. Они сами выбрали это. Итак, кто кем ты являешься, кто ты есть по жизни, ты сам это выбрал. Где бы ты ни находился в какой-то момент своей жизни, ты сам определил себе там быть. Но с такой жесткой философией кто-то может заявить, что вы были очень предвлигрованным человеком. Предвлигрованным? Да, предвлигрованным. Как так? Ну, вы родились в любящей семье, вы родились отдаленным, у вас дар к публичному выступлению, подвижный ум, очень разосторонний ум, это ваш дар. Да нет, я с этим не начинал, я не был оратором, я тренировался. Я никогда в колледже не учился. Я просто увидел, парень говорил, и я сказал себе, я думаю, я тоже так смог бы, как он. Сколько вы денег заработали, Лесс? С выше 37 миллионов долларов. За какой срок? 18 лет. Вы должны продолжать работать над своей личностью, работать над собой профессионально. Вы должны быть голодными! Мое основное чувство от общения с Лессом, то, что он очень вдохновляет, конечно, вы углете от него с ощущением, что это действительно кто-то, кто может помочь вам сделать вашу жизнь, сделать ваши миллионы и так далее. Но я думаю, что тут остается все же подводный камень под всем этим, что это повышает уровень вашего беспокойства. Вы начинаете думать, я должен быть настолько больше того себя, кем я являюсь теперь. И во многом жизнь не столь гибкая, как утверждает Лесс. И я думаю, что старая концепция покорности судьбе явно негативна во многих смыслах, но она может все же быть успокоительной. Она помогает тебе приспособиться к тем обстоятельствам в жизни, которые ты считаешь крайне жестокими и суровыми. Поэтому, думаю, порой есть реальная польза в подходе, рассматривающем жизнь, по сути, как жестокую шутку. Наши ожидания от жизни возросли по экспоненте в эру демократии. Философ-француз, живший в 18 веке, Жан-Джак Руссо, эксцентричный, резкий, но очень убедительный, учил тому, что это может означать для счастья людей. У Руссо была великолепная идея о том, что такое быть состоятельным. Состоятельность — это не просто вопрос обладания большими деньгами. Это вопрос об обладании тем, чего мы хотим. Богатство не абсолютно, оно похоже на желание. Каждый раз, когда мы ищем что-то, что мы не можем позволить себе, нас можно считать бедными, несмотря на то, сколько денег мы реально имеем. И каждый раз, когда мы удовлетворены тем, что мы имеем, нас можно считать богатыми, несмотря на то, как мало мы действительно имеем. «Есть две возможности, чтобы сделать людей богаче, — объяснил Руссо, — дать им больше денег или ограничить их желания. Современные общества преуспели, очевидно, в первом пункте, но, постоянно подогревая наш аппетит, они в то же самое время помогли свести на нет все свои собственные впечатляющие достижения». Такой анализ привел Руссо к одной из самых провокационных его идей, его концепции «благородного дикаря». Руссо утверждал, что так называемые «нецивилизованные люди, жившие в лесах», как мы их привыкли называть «дикари», были не только морально устойчивее, чем наши испорченные жители городов типа Вашингтон, но они были также счастливее. Современное общество действительно заставляет нас чувствовать себя более обездоленными, чем примитивные, в которых люди были довольны собой, по словам Руссо, играя на топорных инструментах или используя острые камни, чтобы сделать каноэ для ловли рыбы. Думаю, кто-то может просто пропускать мимо ушей идеи Руссо как романтические фантазии, но если так много людей в XVIII веке воспринимали эти идеи так серьезно, это произошло потому, что перед ними был четкий пример бесспорной правдивости, выраженной в судьбе северо-маликанских индейцев. Это фото моего дедушки, бабушки и тетки. Уоррен Кук, заместитель главы остатков племени Поманки, когда-то возглавляемого всемогущим Паухотаном, королем Вирджинии и отцом Покахонтас. Вот другая фотография моей тетки. Я не знаю, зачем ей ружье, наверное, чтобы убивать англичан. В сообщениях о жизни местных жителей Америки от XVI века и далее говорится, что она по существу проста, но психологически полезна. В сообществах люди связаны тесными узами, равноправны, религиозны, веселы и организованы. Здесь мы видим, как люди примерно одевались и как они примерно выглядели. Это картины Джона Уайта, а это их музыка, их флейты, и барабаны. Надо же, насколько примитивные инструменты. Ну да, конечно же, они были очень примитивные люди. Всего через каких-нибудь несколько десятков лет после прихода белого человека технология и роскоши европейской индустрии задавила туземцев. Когда англичане пришли, все, конечно, изменилось. Туземцы захотели иметь вещи, которые были у англичан. Как вы думаете, до прихода англичан они были счастливее или несчастнее с тем, что они имели? Я хочу сказать, они вели очень простую жизнь. Конечно, они были счастливы, поскольку ничего лучшего не знали. Они просто не могли быть несчастливы, потому что они не знали того, что не имели. Я однажды прочел переписку двух английских торговцев, в которой говорится, что проблемы с племенами индейцев — это то, что многие из них недостаточно хотят иметь вещи. И потом один торговец сказал, да, это так, но если ты попытаешься соблазнить их венецианским стеклом, они полюбят это. Все это было очень новым. Они попробовали что-то новое и впечатляющее, чего они не видели никогда раньше. Но их новое благосостояние не сделало индейцев сильно счастливее. Число самоубийств и алкоголизм возрастал, и сообщества разрушались. Если б знали вожди племени, о чем говорил Рассо. Сколько земли было у племени? Ну, что-то около всей Вирджинии. всей Вирджинии. А теперь? Около 1100 акров, где-то около того. Как вы думаете, вот эта вся культура, которая здесь появилась, я имею в виду, мы тут ехали по дороге, тут бесконечные торговые центры, Walmart, знаете, там Kentucky Fried Chicken, все эти торговые бренды. Это та культура, которая вытеснила местную американскую культуру. Что вы думаете о новой американской культуре? У вас в 10-е выросло число вещей, о которых вы беспокоитесь теперь. О чем мы теперь беспокоимся? Мы озабочены всем. У нас у всех в связи с этим психологические проблемы. У нас все эти дети прозака, женщины прозака, мужчины прозака. Но, возможно, мы потеряли более простой образ жизни, жизнь без тревог. Индейцы прекратились, слушая тихие голоса, которые говорили о скромных удовольствиях сообщества и о красоте каньонов на закате. И это, полагал Руссо, есть то, что сделали все мы. Я злюсь, ибо когда я читаю об этом, я как бы возвращаюсь назад и переживаю все то, что прошли эти бедные люди. Это сводит меня с ума. Сейчас, когда вы встречаете англичан, вы испытываете чувство злобы на них, или вы их простили? Вы англичанин? Да. Я поэтому и спросил, и я беспокоюсь. Вы поплавать не хотите? Вы меня выбросить хотите? Был такой американский психолог, Вильям Джеймс, который открыл с точки зрения психологии те особенные проблемы, которые общество создаёт сами себе, когда они начинают взращивать огромные ожидания в своих гражданах. Джеймс улюсклирует интересную динамику между ожиданиями и их реализацией в некой теории, которую он описывает. Он говорит, что наше чувство собственного достоинства, то, что мы все ищем, наше чувство самоуважения, есть отношение двух вещей. Успеха, то есть тех вещей, в чем мы преуспели, над ожиданиями, то есть теми вещами, в которых мы надеемся преуспеть. Реально, что он хочет этим сказать, это то, что для того, чтобы иметь высокий уровень самоуважения, вы можете делать две вещи. Либо становиться более успешным, либо уменьшить число вещей, в которых вы ожидаете. Дайте преуспеть. Джеймс говорит, что проблема современных обществ, американского и также западноевропейского, в том, что они постоянно на нас заключают мощные тиски успеха. Они постоянно повышают уровень наших ожиданий, и поступая так, они делают чувство самоуважения реально неуловимой вещью. Каждое повышение уровня наших ожиданий ведет к повышению рисков стать униженным. И если мы реально прогорим, много ли симпатии мы можем ожидать от других людей, если система, похоже, не терпит никакого упрощения, которое мы могли бы получить за наши неудачи? Меня беспокоит, как мне выжить, как это сделать. Знаете, много работы, я пытаюсь обеспечить своих детей, пытаюсь построить прочную крышу над их головами и обрести, наконец, уверенность в чем-то, когда-то. Это тяжело. Переезжай в лучший дом. Купи машину лучше. Купи одежду лучше. И когда Бог закончит, попроси Его дать тебе микрофон и дать тебе говорить. Думаю, я никогда не куплю большой дом, который я видела по телевизору. Вам надо решить быть безжалостными. Вам надо решить никогда не сдаваться. Вам надо быть голодными. Если вы богаты, вы богаты. Если вы бедны, то вы бедны. Это не так, вы знаете. И потом, если вы посередине, вы должны постоянно бороться за то, где вы находитесь, чтобы не скатиться вниз. Бог устал от того, что видит своих людей с кислой миной на лице. Он хочет, чтобы вы наслаждались своей жизнью. Я боюсь за свою безопасность. Знаете, я молодой чернокожий парень. Большинство чернокожих парней либо умирают, либо их сажают в тюрьму. Вы знаете, это ужасно. Я не хочу испытывать тревогу из-за этого. Понимаете, что я хочу сказать? Я не такой ли жизни хочу? Совсем не такой. Единственный случай, когда я могу попасть на камеру, это когда я буду выходить из суда. Понимаете, что я хочу сказать? И все такое. Ни одна страна в мире не воплощает идеалам элитократии, как о том, что я хочу сказать.